Так уж получилось, что Рождество постоянно наступает на пятки Хануки. Только-только догорела последняя свеча в миноре, а уже пора загораться в Вифлеемской звезде. Это соперничество породило много шуток, приколов и комедий, в которых еврейские и христианские праздники борются за первенство. Голливуд исправно снабжает своих зрителей рядом рождественских сказок, страшилок и комедий, но ханукальных фильмов пока еще немного. Мы расскажем о двух из них, в которых сыграли два Адама. В одной такой черной комедии Адам Голдберг предстает в роли Мордехая Карвера, известного по кличке Еврейский Молот, который выполняет миссию спасения Хануки. Старый Санта стремился к миру и терпимости с другими праздниками, в том числе и с Ханукой, но его сын вырос не в папу. Дэмиан, похоже, стал антисемитом и планирует уничтожить не только праздник, но и заставить всех еврейских детишек петь рождественские гимны. Покончив с папочкой, он начинает массированную атаку на умы маленьких евреев. Но Лига Еврейских Прав не дремлет и посылает на борьбу с плохим Сантой своего суперагента Мордехая Карвера. Еврейский Молот, как и положено супергерою, легко расправляется с врагами и легко покоряет женские сердца. Но при этом он также любит свою мамочку Мацу и не забывает молиться каждый день. Другой Адам, актер Адам Сэндлер, гордящийся своим еврейством, внес немного ханукальной радости в пронизанную Рождеством жизнь. Сэндлер продюсировал и озвучивал четырех героев анимационной ленты «Восемь безумных ночей», сюжет которой непосредственно связан с Ханукой. Задорный хулиганский анимационный мюзикл получился скорее для взрослых, потому что некоторые шуточки стоит держать подальше от детских ушей. Дэйви Стоун, главный герой мультфильма, говорит голосом Адама Сэндлера и внешне очень похож на него. Дэйви еврей, но ненавидит не только Рождество, но и Хануку. Сэндлера и ненавидит не только Рождество. В своем маленьком городке у него репутация злостного хулигана. Бездельник и любитель заложить заворотник за счет заведения, он в очередной раз попадает в руки полиции. Выходка Дэйви в канун светлого праздника Хануки вынуждает потерявшего терпение судью поставить героя перед выбором между тюрьмой и работой в качестве помощника баскетбольного рефери. Выбор очевиден и Стоун получает еще один шанс исправиться. Нарисованный в классическом диснеевском стиле мультфильм «Восемь безумных ночей» по сути своей еще одна отвязная комедия Адама Сэндлера с юмором на грани фола. Здесь намешано все. Непалиткорректный степ и прекрасные песни, туалетный юмор и праздничные чудеса, слезы и другие человеческие выделения. Бом-биди-биди-биди-бом-бом Бом-биди-биди-биди-бам-бам-бам-биди-биди-бам-бам-бам-биди-биди-бам-бам-бам-биди-биди-бам-бам-бам-бам-биди-биди-биди-бам-бам-бам-бам-бам-биди-биди-биди-бам-бам-бам-бам-бам-биди-биди-биди-бам-бам-бам-бам-бам-биди-биди-биди-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-биди-биди-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам- Песня Хануки, которую сочинил сам Сэндлер и часто поет ее на праздник света. Существует не менее трех версий песни. Как правило, Адам перечисляет в тексте песни всех знаменитых американских евреев, наполовину евреев, на четверть евреев, друзей евреев и даже врагов. К каждую Хануку Адам Сэндлер натягивает свою любимую бейсболку и поет, что пришло время надеть ярмолку, пришло время для Хануки, а ему подпевают Роб Шнайдер, детский хор и ликующие в зале евреи, полуевреи и четверть евреи. И я люблю Роб Шнайдер, детский хор и сухой хор и ликующих утопа, и я хочу тебя, Huang, Roman... Хабырь, Хякрик, Хабского.